Я приветствую вас всех именем Иисуса Христа. Вы, наверное, такое слышали. Люди говорят, когда человеку нечего передавать, он передает привет. Я вас приветствую именем Иисуса Христа. И, наверное, вы обратили внимание на то, вот, допустим, как начинается каждый апостол, который пишет апостол Павел или кто-либо из других апостолов. Но обычно эти послания начинаются такими словами. Не просто Иисус Христос вам передает привет, а начинается такими словами. Благодать вам, то есть обилие Духа Святого через это послание, и как результат, мир хочу, чтобы был в ваших сердцах. Пишется, благодать вам и мир. Поэтому, приветствуя вас именем Иисуса Христа, не именем какой-то конфессии, не именем какого-то человека, а Иисуса Христа, ради которого мы собрались читать это слово. Слово Господа и Слово о Господе. И я хотел бы, ну так, если можно выразиться, озаглавить тему, на которую хотелось бы мне с вами сегодня поговорить. Это тема о живой воде, которую Господь Иисус обещал дать всем верующим в Него. Что это за живая вода? И я хочу такое сказать, что мы здесь собрались не просто послушать, да, что-то должно запасть в наше сердце, что-то должно начать производить в нас работу, чтобы, я буду так говорить, живая вода. Если делаю такое сравнение, есть мёртвая вода, болотная, да, там цветёт, портится. Живая вода? Она живая. Там ни ени никакого нет. И ещё так скажу, она животворит. Вначале я хочу прочитать такое место из послания апостола еврея четвёртой главы. Значит, читаю с одиннадцатого стиха. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не упал в непокорность. Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюда острого, и оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от него, но всё обнажено, и открыто пред очами его ему дадим отчёт. Вы обратили внимание, как красиво сказано. Слово Божье, заметьте, живо и действенно. Оно проникает, то есть я хочу сказать, не просто мы услышали его и забыли, да? Оно проникает внутрь, доходит до самых глубин человеческой души, далее, обличает там внутри нас, даже за помышления и намерения сердечные, если они не таковы, какими должны быть. И заметьте, слово Божье должно дать результат. Заметьте, мы прочитали, нужно войти в покой. А вначале я сказал, что Павел приветствовал другие апостолы, благодать вам и мир, мир и покой. Похоже слово, да? И вот обратите внимание, что мы должны постараться войти в покой. То есть, если что-то мы не так делаем, на душе нет мира, на душе нет покоя. Иногда мы можем поговорить друг с другом и уходим, и что-то щемит на сердце. Был какой-то разговор произошёл, но не такой, каким он должен был быть. То ли кто-то на кого-то наседал, кто-то на кого-то, может быть, слегка обиделся, что не так человек что-то понимает, или не так сказал. И мы уходим с каким-то осадком. Вы обратили внимание, если мы что-нибудь сделаем не так, как надо, внутри тоже какой-то червячок есть, правда? То есть, мы идём, чувствуя, что что-то нас осуждает. Бывает, мы не знаем, что мы сделали, но что что-то не так, внутри как бы кто-то колокольчиком звенит. Сегодня ты что-то не так сделал. Значит, у тебя нет мира, у тебя нет покоя. То есть, ты с этим человеком расстался не так, как это сделал бы Иисус. Я знаю одного человека, живой старичок, и он сказал, от войны, когда я уверовал в Иисуса, с моего дома ещё не вышел ни один человек, обиженный. Представите? Люди, ну, 45-го года, будем говорить, заходят и выходят из дому, да? Ни один не вышел обиженным. Все выходили радостные. А если учесть, что этот человек живёт в мусульманском краю, где мусульмане считают его святым, а крестьяне чудаком, который на старости, ну, как говорят, немножко не такой, да? Можете представить, мусульманин заходит в христианину, выходит радостный. А вам, наверное, приходилось не раз видеть, когда христианин заходит в христианину, поговорят и выходят печальные. Что-то, видимо, происходит такое, что не должно было бы происходить. И когда люди говорят, что они познали Христа, что они во христе, но они расстаются друг с другом, не в мире, или когда встречаются, и происходят споры, разногласия, зависть и тому подобное, то возникает вопрос, живая ли вода у вас? А может быть, мёртвая? И я хочу на эту тему побеседовать сегодня с вами, именно побеседовать, не проповедовать вам, да? Хочу прочитать кое-что, хочу поговорить по душам, чтобы что-то запало в наши души. И даст Бог, может, Слово Божие попадёт туда и начнёт живо и действенно внутри куда-то проникать и какой-то порядок наводить в наши души. От этого, я думаю, мы будем все рады, потому что если внутри мир будет, то и между нами будет мир, а если между нами будет мир, то тогда что-то будет похоже на Царство Небесное, о котором мы мечтаем. Иногда, когда встречаются люди с разными взглядами, когда происходят споры, разногласия, а потом кто-то говорит, вот представляете, мы спасёмся и вечно будем жить вместе. Человек может не скажет этот слух, но иногда он про себя говорит, не дай Бог ещё с тобой всю вечность, вот так будем разбираться, в ком же истина, а в ком заблуждение. Лучше умереть, это будет вечное мучение, действительно будет вечный огонь. Встречаться с человеком, который, будем так говорить, всегда прав, который другого учит, наставляет, а я говорю по-русски, насилуется с бела дня. Неприятно. И я хочу сказать, Бог создал нас свободными людьми, Бог никого не насилует. И заметьте, за что мы его любим? Кого из вас он сегодня заставил прийти сюда? Никого он не заставил, да? Мы чувствуем какое-то побуждение своё, да? И мы приходим. И сказано, что в книге Иоа 37 глава, 23 стих, Вседержитель, то есть тот, кто всё держит, у которого сила, мы не постигаем его своим человеческим умом. Он велик силою, мог бы заставить любого уверовать, полнотою правосудия. И дальше сказано, никого не угнетает. Он мог бы сделать нас всех верующим и загнать в царство Божье. Согласны? Солнце не взошло бы, землетрясение, наводнение, и уверовали бы. Но если бы уверовали из-за страха, если вас заставили, то вы будете в вечности мучиться, если у вас это не ваше побуждение. Я хочу прочитать вначале такие слова. Они записаны в Иоаннде от глуки, 4 глава. 4 глава 16 стиха по 22. И пришёл в Назарет, где был воспитан, и вошёл по обыкновению своему в день субботний в Синогову, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». «Проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу, и отдав служителю сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им «Ныне исполнилось писание, сие слышанное вами». «И все засвидетельствовали ему это, и делились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, не Иосифов ли это сын». Я хочу обратить внимание ваше на слова, которые он прочитал из книги пророка Исаии. Заметьте, он говорит «Дух Господень на мне». Почему? Смотрите, что Дух Господень должен совершить в людях? «Он помазал меня исцелять сокрушенных сердцем». То есть, заметьте, я так скажу, врачебная какая-то работа, да? Он должен что-то производить, те разрушения, те нарушения, которые между людьми, которые внутри человека, да? «Послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». И вкратце хочу сказать, ну, немножко из своей жизни. Когда-то был я неверующим. И знаете, мы иногда к жизни подходим наивно, как дети. Мы верим, что в жизни будет справедливость, что в жизни мы кому-то нужны будем, что кто-то будет о нас заботиться, что мы будем любимы кем-то. Но по мере того, как мы живем, мы начинаем познавать злую реальную жизнь. С небольшими исключениями. Что никому ты не нужен. Если кто-то тебя любит, то со временем начинаешь понимать, что они, может быть, что-то от тебя хотят. Если ты думаешь добиться где-то справедливости, и ты нищий, ты начинаешь понимать, что пусть ты будешь сто раз справедлив. И в то же самое время ты можешь быть неоправданным. И я такое хочу сказать. Когда был неверующий, когда начал разочаровываться, вы знаете, в сердце что-то начало щеметь. Я почувствовал себя каким-то пленником. Вот нет какой-то свободы, какой-то заколдованный круг. Неужели я родился для того, чтобы вот жить среди этого зла, стонать, мучиться. И знаете, внутри было какое-то такое тоскливое чувство. Но неужели в этом мире нет справедливости? Неужели так всегда будет, что один уметает другого? Что друг друга человек не любит? И вы знаете, вот эта тоска, и я хочу назвать это слово чуть сейчас немножко по-другому, жажда чего-то хорошего, да? Она была. В жизни я разочаровался. И знаете, наступил момент, когда я услышал слова Христа, которые каждый из вас слышал в начале, когда пришел к Иисусу. Это слова из книги пророка Исаии, 55-я глава, с 1 по 2 стих. Сейчас я вам прочитаю. 55-я глава, с 1 по 2 стих. «Жаждущие, идите всех вода, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отмешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша донасладится туком». Потом слова из Иоанна и Матфея 11 главы, 28 по 30. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». И, наверное, такие слова Христос говорит. «Кто верует в Меня, у того из шрева потекут реки воды живой. Придите, Я обладаю живою водою, которая ваши сокрушенные сердца начнет оживотворять, изменять. Вы получите внутренний мир и счастье». И вы знаете, я на что хочу обратить ваше внимание. Христос говорит, «Кто будет веровать в Меня, у того из шрева потекут реки воды живой». Заметьте, я сейчас говорю такие слова, вначале Христос говорил в Самарянке такие слова, что «Я имею живую воду, и кто напьется никогда не будет жаждать». А потом, если ты будешь веровать, то ты сам станешь источником этой живой воды. То есть, та работа, которая через Меня происходит в тебе, если ты этому научишься, то эта же работа будет произвинить через тебя в других. То есть, ты будешь орудием Святого Духа. Ты будешь миротворцем, потому что ты будешь иметь мир в Господе, и ты сможешь им же поделиться уже с кем-то. И вы знаете, когда я пришёл к Богу, неважно, я говорю, неважно, в какой это произошло динаминации, важно, что я пришёл к Господу, да? Первое время, вы знаете, я летал, не чувствовал земли, парил, буду так говорить. Первая любовь, наверное, многие из вас пережили это. И вы знаете, что особенно радовало? Если вы в мире говорили человеку, товарищ, брат, да? Но в жизни часто было так, может, тоже приходилось слышать тамбовские волки, товарищи, товарищи, говорят, да? Здесь говорили о любви, как нигде в другом месте, среди верующих. Но вы знаете, через время стало происходить какое-то прозрение. Высота полёта у меня начала опускаться, я начал приземляться. Нет, я не разочаровался в Боге, но я что-то стал видеть, чего до сих пор не понимал в париле эйфории, в париле первой любви. Наверное, вам тоже приходилось такое видеть, может быть, слышать. Знаете, когда люди молодые полюбят друг друга, ну, кажется, человек идеальный, а потом поживут годик или полугодик, а было-то и меньше. Я говорю, да я думал, ты такой, какого я тебе нарисовал в своём воображении, а то я, кажется, более земной. И очень часто было так и на пути человека к Богу. Вы знаете, я на что обратил внимание? У меня опять внутри началась какая-то жажда и опять тоска. И знаете почему? Я увидел то, что увидел в мире. Когда верующие говорят, Господь с нами, Дух Святой, мы просим благословения, чтобы Он присутствовал. Смотрю, когда начинают говорить, начинаются споры. Начинают друг друга перебивать. Не хотят слушать друг друга. И говорят, мы в одном духе. А расходятся не в хорошем настроении. Я стал видеть и стал задумываться. Ведь это же я видел и в мире, когда был. Когда я стал говорить, что этого не должно быть, мне стали говорить, так это на небе только будет. Я говорю, а здесь? Далее. Я стал замечать такое, что когда стал верующим, когда был неверующим, вы знаете, меня как-то люди уважали и любили, я никогда никого не обижал. Никогда не говорил ни с кем свысока. Ну, потому что я не был в истине. Буду так говорить. Теперь, когда я стал в истине, я так с людьми стал разговаривать, что людям хотелось сбежать. Я раньше стеснялся подойти и что-то сказать. А теперь я не спрашивал. Я брал, как говорят, за барти человека и говорил ему об истине, о спасении. Он почему-то вырывался от меня. И я думал, ну почему люди такие неискренние? Ведь я же молюсь, чтобы Бог их привел к истине. А они почему-то бегут от нее. Я им говорю о спасении. У них протест. И вы знаете, я стал замечать еще такие вещи. Мне люди стали говорить, Саш, ну так нельзя вести себя, как ты ведешь. Я не мог понять, как я веду. Я вспоминал стих, ревность по Господу снедает меня. Вот и я вас тоже снедаю. Ревность у меня такая, хочу всех спасти, а вы не хотите. И вот не хотите, а я такой ревнивый, я все равно вас спасу. Если вы не хотите здесь разговаривать, я домой попрошусь к вам навстречу вечером и ночью буду говорить. А мне люди намекали, что пора уже уходить, спать пора. Я говорю, неужели ты Господа не любишь? Потом стал обращать внимание на такие слова. Кто не родится свыше, не может увидеть царствие Божьего. Я слышал такое, что приходишь к Господу и рожден свыше, летаешь. Я тоже думал, что те полеты над землей, какие у меня были, когда я уверовал, да и есть рождение свыше, но уже над землей. А потом почему-то началось приземление. А потом стал читать. Рожденный свыше грешить не может. И лукавый не прикасается к нему. Возникали такие случаи, когда я встречался с верующим, я говорю, поднимите руку, кто рожден свыше. Все поднимают почти. А теперь опустите руку, поднимите руку, кто не грешит. Никто не поднял. В Библии написано, рожденный свыше грешить не может. А если может, то значит что? Не родился. Значит остался тем же самым. Древним человеком, буду говорить, плотским, да? Это меня стало мучить. То есть жажда, которую я имел, и который думал, что удовлетворил, с кем-то поговорю неприятно, кому не подойду осадок. Меня не любят, меня не уважают, я стал верующим. И все показывают, крыша поехала у человека. И знаете, я стал печальнее. Печальнее. И один человек, довольно высокой должности, подошел ко мне и говорит. Вот я тебя, говорит, не могу понять. Посмотри на радостные лица людей в собрании. Смотрю на твое, как кислый помидор. Чем ты недовольный? Все довольны, один ты недовольный. Я говорю, постарайтесь меня гонять, я скажу свою жизненную притчу вам. Когда-то я был жаждущий и хотел попить вот этой воды, которую обещал бы здесь Иисус. Я даже не знал, что Господь побуждает искать эту правду и справедливость. Царство Божье искать побуждал. Справедливость, мир, любовь, взаимопонимание, единство. И вот я говорю, услышал от вас этот зов, и я пришел. Пришел с чем? Смотрите, у меня была жажда, я хотел чего? Воды живой. И чтобы после этой живой воды я никогда более не жаждал. Я понял, что пью что-то действительно настоящее и дающее то, что никакая другая вода не даст. И я рассказываю вот эту притчу, я услышал и пришел. И вот пришел, и мне говорят, слава Богу, что вы жаждущие, что вы услышали и что вы пришли. Сегодня мы расскажем вам такую истину, я образно говорю, как притчу, это этому человеку. Вот слава Богу, вы попали в такую церковь, где такой колодец глубокий, и такой глубины нет ни в другой церкви, только в нашей такой глубокий колодец, а значит и такая чистая вода. Слава Богу, что у нас такой колодец, а я говорю, благодарю, что я не попал в динаминацию, где такой мелкий колодец, где много мусора плавает, что я попал туда как раз, куда надо. Кстати, я хочу сказать, вы все попадали как раз туда, куда надо. Я думаю, вы это понимаете, да? Вы же не знаете ни одной неистинной церкви? Все истины, да? А если этих истинных всех свести в одно место и попросить договориться, это будет то, что в Библии называется Бавилон Великий. Когда они начнут договорить, будет шум, ага, споры, друг друга будут перебивать, один будет читать тому другому, а другой, наверное, не слушает, ищет, что ему дать в ответ, да? Я говорю, прочитал, что такое глубокий колодец и такая чистая вода, и все говорят, слава Богу, что у нас такой глубокий колодец. А я говорю, а пить будут давать? Да подожди, будут давать пить? Подожди, дойдем. Следующее собрание. Ну, думаю, до воды же мы все-таки дойдем. Я же воду ходил искать, а не колодец. Если есть вода, то колодец хороший. Если колодец глубокий, но без воды, это не колодец, правильно? Следующее собрание. Ни у кого нет такого колеса, это я образно говорю, золотом отделан, а у других вот серебряные, деревянные, железные, и все. Я говорю, слава Богу, у нас такое колесо опять, какого нет в какой-то церкви. А я говорю, а воды давать будут или нет? Да подожди, успокойся. Говорит, уже все смотри, как спокойно сидят, и ты еще опять своей водой несешься. Далее. А у нас ведро такое золотое. А у нас цепь такая бриллиантовая. А я говорю, а воду давать будут? Вот все уже успокоились, а ты, говорит, никак не успокоился. Я говорю, у меня вопрос возникает, хотели ли они пить? Рассказали про колодец, рассказали про цепь, про колесо, про глубину, про чистоту. Но это все имеет смысл, когда воды дадите. И когда я больше жажду отмену. Правильно? И вот когда я стала, вот эту притчу рассказала этому человеку, он говорит, я тебя не могу понять. Вы поняли меня? Я слишком сложно сказал. И говорит, смотри, у всех радостные лица. У одного у тебя печально. Видно ты не в Иисусе, не в Господе. Я говорю, видать в сатане. Ну так получается, если не в Иисусе, то у нас две все силы на земле, правильно? У тебя хмурое лицо. Я говорю, ну надули. Средь белого дня надули. Говорили, воду живой ведут. Они дают. Моя душа жаждет. Я говорю, смотрите. Люди все улыбаются. Слава Богу, у нас такая истина. Мы в такой церкви, мы в том ковчеге, который как раз через поток нас провезет. Единства нет. Взаимопонимания нет. Как найти общий язык нет. И говорят, надо истину нести дальше. Я говорю, какую? Как ругаться? Как ненавидеть? Как насиловать человека? Я говорю, я не могу ей нести. Не знаю, что нести. Опять колодец тащить? Ну, воду я согласен. Христа, который напояет душу. Согласен. Но колодец тащить не могу. И вы знаете, вот эта жажда заставила меня думать. Заставила исследовать, почему мы, читая вот это живое и действенное слово, как прочитали, почему это живое слово не сделало нас живыми, животворящими вначале нас, а потом через нас и других. И вы знаете, я стал наблюдать, что сделало нас такими. И я так скажу. Вот задавая вам такой вопрос. Кто не грешит? Зайдите в любую церковь, все истинные. Да? Но спросить, кто не грешит, вы знаете, ну, редко, редко кто скажет, что он не грешит. А если когда кто-то и скажет, то я смотрю, некоторые сразу заговорил как раз тот, который не грешит. И вы знаете, я вам так хочу сказать, что почему люди не идут ко Христу? Почему не хотят спастись? Мы говорим о том, что церковь, это как бы посольство того государства на этой земле, да? И получается, в посольстве чьи законы должны быть? Чья атмосфера? И когда приходят неверующие и видят вот этот разнобой между верующими, как они ведут друг с другом, как межконфессионально выясняют отношения, они говорят, если так и на небе будет, то лучше здесь остаться. Дешевле будет. И вы знаете, я когда стал задуматься, что же сеет между нами раски? Почему я даже такой вопрос задаю вам, я ему всегда задавал везде, где только бывал. Покажите мне мужа и жену, которые понимают друг друга в одной сердце. Вот пусть выйдут и расстал, как они умеют это делать. Я помню, я женился, поздравляю, желаем тебе от Господа благословения. Кончили поздравлять, подходит, говорит, счастья нет. Эти же, кто поздравлял. Кто-то подходит, говорит, первый год будет. А второй, говорю, я же вроде как на больше как-то рассчитываю. Кто-то подходит, до второго ребёнка бывает, а после второго не будет любви. А я стою, говорю, если не было до первого, то и после второго не будет. Кто-то. И вы обращали внимание, наверное, на такие вещи. Собираются верующие, особенно если в разных конфессиях, и говорят. Надо вначале помолиться, попросить благословения. Ну и человек молится. Господи, благослови нас, открой нам, прибудь с нами, учи, мы желаем идти только Твоим путём. Аминь. А потом встаёт с молитвы, говорит, брат, слушай, что я тебе сейчас, что Господь открыл. Получается, в момент этой молитвы, он говорил, открой нам, а имел в виду, что открой брату, нам всё открыто, Господи. Подпишем ты ли в уме помечать. Я говорю, слушай, ты молился как? Открой нам или мне? Нам. Я говорю, ты помолился правильно. Но когда встал с молитвой, стал говорить, то получилось, о чём ты просил. Ну так же некрасиво сказать, открой брату, потому что у меня ума не хватает. А мне, да и бассейн, потому что у меня ум хороший. Кому нравится такая молитва? И дальше, когда человек начинает говорить, вы обратили внимание, что начинаются какие-то нападки, укоры, да, начинается раздражение. Далее я вам такой пример хочу привести. Я стал говорить, что это уцепленец любви, взаимопонимания, единства. Вот брат Юрик прочитал, что если того, кто знает, что вы мои ученики, если будете иметь что-то любовь между собою, если будете едины. То есть не из-за того люди узнают, что мы верующие, что мы дети Божьи, что мы крестились в воде, а что после этого что-то было живое, что произвело у нас какую-то работу, да? И ничто так не привлекает людей, как именно любовь. Царство Божье нужно показать людям уже здесь, в этой жизни. И знаете, я когда стал это говорить, я почувствовал на мысли, что я ересью какую-то занимаюсь. Что ты хочешь? Ты с церковью не согласен? Я говорю, я хочу любви Христовой. Как-то пришли ко мне представители разных конфессий, но я был как рыбка, а не как рыбаки, вы поняли, да? Куда я пойду? А один человек мне спрашивает, Саш, ты не расскажешь, что такое Бавилон? Я говорю, приходи, молчи, ничего не говорю, будешь слушать, в конце ты все узнаешь. И я их сел, они вот так полукругом, и говорят мне, что каждый говорит, приходи к нам в нашу церковь. Я говорю, можно вам несколько вопросов? Вы в истинной церкви? Да, в истинной. А они, на остальные показывают, нет, говорят, они в заблуждении. Говорят, спасибо. Вы в истинной церкви? Да, а они, нет в заблуждении. И это каждый спрашивает. Я говорю, один Господь для них? Один. Иисус Присус один? Дух Святой один, вера одна, Библия одна, может не быть столько истин, и все разные друг с другом исходятся. Я говорю, лучший вариант, кто-то из вас один прав, один может быть прав, остальные могут быть неправы. А более вероятно, что все неправы. Теперь я говорю, хорошо, вот если я в вашу церковь вступлю, скажите, как я на вот этих товарищей должен смотреть, братьев? Они, говорят, в заблуждении находятся, их надо обличать перед всеми, чтобы прочие страхи имели. А если я скажу, что и среди них есть хорошие люди? О, тогда получится, ты, вот против церкви. И вот как я начал вот так говорить с ними, я говорю, значит, если я ваш, то я должен против них говорить, да. А если я ваш, то против них, да. Я говорю, извините, как понять стих из Матфея пятой главы, что Бог любит кого? И не любящих, и дает солнце, и дочь кому? Ну, только баптистам, а где-то только православным, да. Я не хочу унизить никакую конфессию, но иногда так получается, да. Я говорю, вот представьте, если бы сделать такую вахту на земле, христианам разных конфессий дать по неделе в течение года, чтобы они погоду на земле, там колесо такое, чтобы крутили, где дождь, где снег, где жару сделать, где солнце, да, и себе дать всем хоть одной недели времени, чтобы они устанавливали каждый по-своему погоду на земле. И, извините, я так хочу сказать, был бы православный нашим, говорят, умеренный климат, тёплый, а вот этим сектантам, говорят, жару, говорят, чтобы всё высохло, говорят, или дождь там отопила, да. Я хочу сказать, когда посадить какого-нибудь протестанта, а, это те, которые не едят, говорят, того, что надо есть, или, а, это те, которые едят, того, чего не надо, что им туда крутить надо. И все говорят об Иисусе Христа, Христе, и все передают привет и благословение от Него. А у меня, говорю, возникает такой вопрос. Христа ли вы несёте того, который на небе, или вы несёте своего конфессионального Христа, которого вы создали по образу и по подобию своему? Теперь, почему разделение происходит? Смотрите, когда человек приходит к Богу, вы обращали внимание на первые шаги верующих? Вот когда они приходят в церковь, перед крещением, сразу после крещения, вы обращали внимание, как они заходят, как они сидят, каким тоном, с каким выражением лица говорят? Обращали внимание? Вот это такая скромность, стыдливость. Смотрели, да? Да и сами, наверное, пережили. Потом проходит полгодика, человек распрямляется, голова поднимается, потом начинается поза такая, далее начинается разговаривать. Вначале так не было. Скажите, что вот это начинает проявляться? Ты смирился пред Богом, ты пришёл, ты стал хорошим, да, и тут же, собрались сыны Божьи, пришёл тут же, и говорит, и сатана, и говорит, смотри, ты так смирился, ты лучше того, распрямь к речи, а потом скажи ему, что тот ещё остался там, где ты когда-то был. И заметьте, начинается превозношение. В мире было превозношение чего? Заметьте, я на такой момент хочу обратить ваше внимание. Сатана, когда искушал Адама и Еву, ну, конкретно, вы говорите, Еву в раю, что он ей сказал? Почему нельзя есть запретного дерева плода? Он сказал, знает Бог, что в день, в который вы вкусите, вы станете как Боги, знающие добро и зло. Почему Бог запрещает вкусить? Потому что он один хочет быть Богом. А вы, чтобы были вот такими овцами, он эгоист, понимаете, он любит только себя. Тут ей надо говорить, одного даже проповедника, одному проповеднику сказала одна сестра, Господи, брат, почему ты в Совет-Центре собрал вот таких самых, извините, церкви отсталых людей, наверное, такими легче управлять. Так откровенно сказал, вот Бог почему не хочет вам дать вкусить, чтобы быть Богом? Все вы наедитесь, и станете как Бог. А Бог-то станет серой личностью среди вас. И вот по этой причине Адам и Ева съели. А теперь заметьте, вот эта болезнь абсолютно везде в мире идет, и в христианском, и в нехристианском. Будете как Бог, знающий добро и зло, мудрыми станете. Он сделал, извините, я уже так скажу прямо, дураками людей, а при этом сказал, знай, что такого умного нет в мире. Ты в единственном экземпляре. Если не будут слушать, то это из-за зависти. То есть ты делай дурости, да? Но думай, что в истине, что ты с Богом. И когда тебя будут не любить, ты стой за истину твердо, не отступай. И заметьте, эта болезнь как проявляется. Ребенок только родился, начинает кричать. Сядь сюда, а я здесь хочу. Я тоже как Бог. Заметьте, дети между собой спорят, кто больше. Правильно? Родные, брат и сестричка, или два братика, или две сестрички, это мое, это мое. Потому что я Бог, и игрушка Богу должна принадлежать. Я лучший Бог, чем ты. Родители с детьми спорят, кто больше. В царстве, между мужем и женой, в семье. Дети с детьми. Партия с партией. Спортсмен с спортсменом. Певец с певцом. А если человек не плещет талантом, то флот дальше плюнет, то в книгу рекордов Гиннеса попадет. Вся жизнь сплошной спор. И что интересно, христиане на этом полпище тоже стараются не отставать. Между церквями идет тот же спор, кто больше в царстве. Согласны? Когда встречается то, что доказывает друг другу, у нас истина, это вы заблуждаетесь. Нет, это вы заблуждаетесь. О чем это речь говорит? Ну, а теперь я такой простой пример к нему даю. Когда верующие, еще извините, мысль такую, чтобы не забыть. Значит, когда наш мир наполнен, смотрите, партии сколько, и все знают, как обустроить или Латвию, или Россию. Ну, пусти кого к власти, кто обустроит, кто изменит эту жизнь. Заметьте, церкви все истинные, но где-то церковь, которая лечит общество, которая свет миру, соль земли, которая открывает вот эти законы, которые не знают в этом мире. И заметьте, когда сходятся такие умные, то между ними, как правило, температура повышается в атмосфере. И получается, что когда мы приходим к Богу, и нам говорят, а это тонкая работа сатаны, что мы в истине, теперь гордись, теперь других спасай, унижай, упрекай, начинается то же самое, что было доуверенно. Только теперь это связано с именем Иисуса Христа. Ну, а теперь я такое хочу сказать. Вообще, такой пример приведу вам, что происходит в нас, в наших сердцах, в христианской среде, и что происходит в этом мире. Вот когда мы говорим человеку, идите, идите, я вам расскажу истину, истина у нас. Ну, вроде бы, так не звучит слишком плохо. Плохо. Вот если бы я вам сказал вот такой стих, вы знаете, вот я вам говорил, что Иисус говорил, кто жаждет, иди сюда, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные. А в притчах слова Божьи написаны так, кто глуп, иди сюда. Если бы я так сказал, он не говорит, эй, ты, глупец, у которого ума нет, иди сюда, я тебя научу, как это выглядит. Правда, скорбите? Эти слова говорят, кто понял, что глуп, что не хватает ума, подойди сюда. А если ты умный, то ты будешь свой ум проповедовать, и будешь все строить, если не коммунизм, то капитализм, но ты строй, ты не можешь у меня учиться. Кто понял, что не хватает ума, кто видит, что жизнь разрушается, отношений нет, о чем человек мечтает, иди сюда, я тебя научу. И я вам такой хочу пример привести. Если бы мы знакомились с вами, вы говорите, кто-то из вас, Юра подошел бы и сказал, Юра, я говорю, Саша, самый умный. Как она выглядит? Ну, наверное, у человека не в порядке, да? Но когда мы встречаемся все верующие, верующие, и говорим, так вот послушай, что Господь нам открыл. А вам что получается? Закрыл, да? Когда церковь называется, я хочу сказать, вот эта гордыня, которая в мире, как она проникает в церковь, вы заметите, все церкви истины. найдите эту церковь, где написано неистинная церковь христиан. И когда заходишь к истинным, и истинной тебя начинают насиловать истинной, хочется выскочить. Я даже говорю, кто из вас найдет неистинную церковь, позовите, я туда сразу пойду. Знаете, там будет приятно. Знаете почему? Там будут твоё мнение выслушают и своё скажут. Там люди не слишком умны, не слишком выпячивается ихняя гордость, да? Почему между людьми разделение происходит? Мы умны, мы горды, мы всё знаем, а теперь представьте, если все этим заражены. Вы видели двух царей на одном пристреле? Естественно, нет, да? То есть, гордыня разделяет людей. А теперь обратите внимание, если верующие между собой, кто больше спорит, перетягивает из одной церкви в другую, ведь это же идёт о чём? Речь. О гордости, да? Заметьте, название даже церквей. Церковь скалы, может быть, слышали. А другая церковь, получается, мягкого камня какого-то, да? Церковь Божья. Ну, а если бы не в церкви Божьей, то бы и какой? Сатаны. Церковь евангельских христиан, а остальные не евангельские. Церковь полного Евангелия, а остальные и полного. Правильно? Вы обратили внимание, что в Библии написано, что Иисус подобен Богу, да? А слышали, что пастору называется преподобным? преподобным. Иисус подобный, а пастор преподобный, а пре, что обозначает? В большей степени, нежели Иисус. А в Боге написано в Библии, что Он святой, а на земле у нас есть Его преосвященнейшее высочество. Слышали Вы? Его святейшество. Слышали? Теперь смотрите, Иисус Христос какое образование имел? А ученую степень богословскую какую имел? А сегодня президенты, вице-президенты, бакалавры, магистры, профессора, доктора богословия. И все пишут, и все проповедуют. Я говорю, соберутся вот эти все истинные, буду говорить, на небо. Иисус Христос опять возьмет тазик, припаяшится полотенцем, потому что Он сын плотника, и даже не бакалавр. И я хочу сказать, как соберутся все преподобнейшие, пресвятейшие, то бедному, святому Богу, как серой мышке некуда будет деваться от блеску святых людей на землю. Теперь я хочу сказать, когда человек опрет, что он преподобный, когда человек говорит о том, что он умнее другого, скажите, очень приятно мне этот человек. Я хочу задать вам вопрос, скажите, к какому человеку тянет, который умеет выслушать вас, который может понять, или подходит сестра к брату и говорит, ты знаешь, у меня там такая печаль на сердце, у меня в семье вот это происходит, он говорит, крепись, сестра, асподь поможет, не унывай. Ну, правильно он сказал? Не, по словам, вроде бы правильно, да? А вот что выражено в этих словах? Я иногда перевожу, крепись, за границей нам поможет. Ну, так. Ну, почему бы ты не помог? Человеку иногда помощь не нужна, ему хочется сочувствия получить, сострадать. И вы заметите, человек, который не хочет вас слушать, из которого все время льется и прет, да? Не хочется с ними, говорит, хочется отдохнуть, хочется птичек послушать, они отлучат поют. И вот смотрите, что разделяет людей между собой. Гордыня, превозношение. И теперь смотрите, если есть гордыня, начинается унижение, начинается оскорбление. И это настолько уже вошло в быт христиан отстаивать свои истины, твердо стоять за истиной, не допускать мыслей, я хочу сказать, в Ефесянам 2 главы написано, что Господь Иисус разрушил одну преграду, которая стояла между иудеями и язычниками. Помните, да? Сегодня Господь Иисус, извините, в какой-то кавычках построил, знаете, сколько тысяч преград христианства? Сколько конфессий? И все разделены, мир разделен на нации, на философские учения, течения и на христианские конфессии. Вместо одного забора сколько возникло? И весь мир, состоящий из истинных церквей, настроил столько заборов, все разделены, все друг на друга смотрят, как на кого? На врага. И когда придешь кому-то в какую-то церковь, а ты, брат, с какой конфессии? Ты хочешь с тобой поругаться? Нет, почему? Мне просто интересно. А чего тебе интересно, с какой я конфессии? Ты хочешь узнать, с какой я конфессии? Хочешь в своем компьютере вычислить, какие заблуждения в нашей конфессии? Какого лекарства заправить, шприц, и куда тебя погнать, чтобы ты знал, лечение какое должно быть. Я говорю, я брат твой. Нет, брат, брат, но с какой ты конфессии? Я опять-таки говорю, я брат твой. Ну, понятно, но ты же с какой-то конфессии? А я говорю, я ни с какой конфессии. А почему? Ты должен где-то быть. Я говорю, я уже перерос этот возраст, когда должен где-то быть. А почему ты нигде? Я вам такой пример, то если бы я к вам сейчас пришел как представитель какой-то конфессии и сказал бы, я вот такой-то, такой-то. Значит, вы бы уже вычислили меня. Ну, в смысле, ага, у них там то не так, вот это они не так понимают. Ага, а говорит он, почему? Хочет затянуть. И кто-то стоит, братья и сестры, будьте бодрствующие. Смотрите, мы помолились, чтобы Бог нас базарил, но смотрите, а то не дай Бог, не Бог откроет. И когда человек представляет какую-то конфессию, на него уже смотрят, смотрите, по-христовому или конфессионально. Теперь, если человек принадлежит конфессии, то он на других смотрит опять по-христовому или по-конфессии. И, кстати, хочу сказать, мы представляем не Христа, а конфессию, или конфессионального Христа, когда любим своих и подозрительно смотрим на других. и когда мне говорят, так почему ты нигде сегодня? А я говорю, потому что когда-то я был склонен кого-то осуждать. А теперь я понял, что если я христианин, то должен представлять Христа. А Христос не дает благословение по-церковному. Принадлежит и церковное отдать сегодня ему благословение. А, еще не вступил? Еще как колеблется? Пусть сидит. Он дает и злым, и добрым. И если я представляю Христа, то должен представлять любовь к Христову. А она не конфессиональна. Вы согласны? Она любит любого человека. Независимо откуда он. А теперь я хочу обратить внимание на такие слова. Вы помните из первого послания Иоанна, пятая глава, там сказаны такие довольно странные слова, казалось бы. Я вам их сейчас прочитаю. Первое послание Иоанна, пятая глава. С 19 стиха по 21. Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Далее, двоеточество, где написано такие слова «Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». А 21 смотрите, к чему он сказан «Дети, храните себя от идолов». От каких идолов? Вы обратили внимание, Виане где-нибудь пишет о идолах вообще хоть одно слово? Почему завершается послание словами «Дети, берегите себя от идолов? Храните себя». Почему сказано «Сей есть Сын Божий, сей есть истинный Бог, а тот, которого вы слышите, то какой Бог? Не истинный, а почему? Вот я сейчас вам говорю о Христе, о Том, Который любит всех, да? Скажите, а Он истинный? А может быть истинный Бог, Который любит, кого нет выборочно? Мы понимаем, истинный Бог любит всех. Истинный Бог слышит молитвы чьи? Всех. В той церкви, на том месте или на любом? На любом. Из одного народа или из любого? Из любого. Присмотрите, истинный Бог дает истинную живую воду, которая меняет человека и устанавливает закон и царствие Божие между людьми, да? а не истинный Бог, который может быть нарисован нам в церкви. Вы знаете, почему он не долго называется? потому что он хотя идет речь о Христе, но если он не полноценный как изложенный в Библии, а узковыхваченный это не тот Бог, которому мы поклоняемся. Я вам такой пример приведу. Зайдите в какую-то конфессию и посмотрите дайте мне Библию вашу. Я иногда говорю дайте Библию, я посмотрю что у вас подчеркнуто и я скажу кто вы. В какой конфессии вы пройдете жить? Когда заходишь в какую-то церковь говорят смотри вот главные стихи я тебе сейчас прочитаю обратите внимание остальные какие стихи? В другую церковь заходишь там главные стихи а вот это отменено а вот это евреем а вот это это верхний завет недавно был в одном месте встречался с верующим говорит ветхий завет отменен а насчет десятины читают проклятем будете проклятым я говорю дорогой это оттуда где отменено нет это остается брат деньги они не пахнут и заветы не меняют а я почему бы не взять и каждой конфессии издавать свою библию каптистскую православную адвентистскую вот как есть допустим московская правда ленинградская правда везде своя правда библия есть я к чему говорю или взять вырезать или хотя бы закрасить ну зачем не главные или отмененные стихи зачем вы пудрите людям мозги вырежьте закрасьте издайте по-новому нет кто добавит или убавит на том будут язвы ну хорошо вот так говорят что отменено это что называется написано исследуйте писания а ибо вы через них получите жизнь вечную а они свидетельствуют обо мне теперь смотрите если что-то выбрасывается это о Христе каждый стих говорит да то получается что остается от истинного Христа я вам такой еще пример приведу в ветхозаведнее время вы помните что пасхальный агнест съедался полностью полностью там не написано что выбрасывается ну я хочу сказать если кому-то ножка в верхней части попадется ничего ребрышки а внутренности если там и еще что-нибудь вы знаете почему все нужно было съедать по обряду ничего нельзя в Христе выбирать что мне приятнее Христос вот он целиком Христос вот с этим я согласен а с этим я не согласен значит я не согласен с кем теперь когда говорят что Христос вот только через вот эти стихи узнается вы согласны что это не целый Христос Христос который представлен в церкви как что он любит нас а у тех не любит что любить о наших а то брак его не надо что его надо спасать насиловать вы согласны что это не истинный Христос это конфессиональный придуманный людьми в силу своей ограниченности а разве совесть нас не судит когда мы поведем себя вот так с людьми с другой конфессии судит и судит это истинный Бог а в церкви надо сказать ты ревнуешь о Господе нормально молодец и говорят с него берите пример я недавно присутствовал как этого человека посадили в группе верующих помолились и один начал его насиловать на виду всех когда он уставал второй начинал мы ехали в трамвай и я говорю сегодня была сцена группового изнасилования но этот извините грубо я говорю но почему не спросить а тебе хочется вообще мне слушать как это хочется не хочется ты должен слушать тебя Господь любит и вот когда мы говорим о том что мы верующие а у нас нет буду говорить иногда элементарной культуры я уже не говорю о каком-то христианском благочестии то люди отвращаются то есть другими словами мы читали мы читали Божье выхвачено отдельными кусками из Библии и вот это отдельно выхваченное слово это не полностью Христос а часть и это не живое слово потому что это куски отдельно выхваченные да и часто не в том смысле в какой в каком хотел бы их изложить Христос я иногда говорю когда говорят что церковь это тело я говорю извините мне кажется это местное дело на одном подносе голова на другом ноги на третьем еще какие-то части этого тела если нет единства если нет любви скажите это тело Христа если Христос на это является наполняющим а тело полнотой то есть сосудом который наполняется то если каждый член этого тела а мы из вас каждый член этого тела если мы члены тела то скажите между нами должна быть какая-то гармония или нет вы видели что в нашем теле рука хочет что-то взять а оно и говорит а я не пойду брать видели это заметьте как слажен этот организм наш как механизм работает а в церкви иногда этого нет и я хочу вам сейчас прочитать некоторые места из священного писания которые говорят нам по поводу того о чем мы сейчас с вами говорили хочу прочитать из послания римлянам 8 главы с девятнадцатого стиха ибо ибо тварь сами имея начаток духа и мы в себе стянаем ожидая усыновления искупления тела нашего ибо мы спасены в надежде надежда если когда видит не есть надежда ибо если кто видит то чего ему и надеется смотрите вся тварь все люди на земле творения божьих с надеждой ожидает откровения сынов божьих знаете кто такие сыны божьи выше пишется все водимые духом божьим суть сыны божьей да но какого откровения ожидает вся тварь весь мир мучится истина это чего грех мучит людей делает их несчастными разобщает да нет мира нет единства нет любви нет взаимопонимания и никто не знает где этому научиться помните из первой главы первого послания коринфянам там написано где совопросник века сего где мудрец где книжник скажите где есть журнал книга газета где полностью написано и это если делать в жизни так не произойдет как изменить жизнь на земле чтобы было счастье по коммунистически это коммунизм по христиански царство небесное где написано как сделать этого нет да то есть смотрите все верующие держат эту книгу и говорят вот написано мы все знаем какими мы должны быть да вопрос а знаем ли мы как этого достичь где-то церковь где вот это есть царство небесное внутри человека не мыслит зла не раздражается не превозносится не завидует не ищет своего всему радуется всего надеется где это есть индивидуально и я хочу сказать если есть индивидуально должно быть и между теми что есть индивидуально тварь с надеждой ожидает откровения что-то должно открыться что именно когда дети божьи будут освобождены от рабства от лению свободу славы детей божьих свобода от реха свобода от того что разрушает отношения между нами да мы должны задуматься мы должны прийти к богу настолько близко чтобы быть свободными от того что нас разделяет если если мы живую воду пьем то она будет что с нашими душами делать животворить изменять мы будем действительно похожи на членов царства божьего а если пьем мертвую воду извините я почему так говорю вы поняли в каком смысле да она не будет живой и сейчас хочу прочитать вам из евангии от иоанна четвертая глава разговор Христа с омолянкой здесь просто излагается вообще истинный Христос его поведение и живая вода только в другом виде показана как она действует да чему у нас не хватает и чему мы должны учиться когда же узнал Иисуса дошедшего до фарисея слуха слухи что он более приобретает учеников и крестит нежели иоанн хотя сам Иисус не крестил а ученики его то оставил иудею и пошел опять в Галилею надлежало же ему проходить через Самарию и так приходит он в город самарийский называемый Сихарь близ участка земли данного Якова сыну своему Иосифу там был колодезь Яковли и Иисус утрудившись от пути сел у колодезя было около шестого часа приходит женщина из Самарии почерпнуть воды и Иисус говорит ей дай мне пить ибо ученики его отручились в город купив пищу женщина самарянская говорит ему как ты будучи иудей просишь пить у меня самарянки ибо иудеи самарянови не сообщаются Иисус сказал ей в ответ если бы ты знала дар Божий и кто говорит тебе дай мне пить то ты сама просила бы у него и он дал бы тебе воду живую женщина говорит ему Господи тебе и почерпнуть нечем а колодезь Глубок откуда же у тебя вода живая неужели ты больше отца нашего Иакова который дал нам этот колодезь и сам из него пил и дети его и скот его Иисус сказал ей в ответ всякий пьющий воду сию пожаждет опять а кто будет пить воду которую я дам ему тот не будет жаждать вовек но вода которую я дам ему сделается в нем источником воды текущей в жизни вечную женщина говорит ему господин дай мне этой воды чтобы мне не иметь жажды и не приходить зачерпать Иисус говорит ей пойди позади мужа твоего и приди сюда женщина сказала в ответ у меня нет мужа Иисус говорит ей правду ты сказала что у тебя нет мужа ибо у тебя было пять мужей и тот которого ныне имеешь не муж тебе это справедливо ты сказала женщина говорит ему господи вижу что ты пророк отцы наши поклонялись на этой горе а вы говорите что место где должно поклоняться находится Иерусалим Иисус говорит ей поверь мне что наступает время когда и не на горе сей и не Иерусалим будете поклоняться отцу вы не знаете чему кланяетесь а мы знаем чему кланяемся ибо спасение от иудеев но настанет время и настало уже когда истинные поклонники будут поклоняться отцу в духе истине ибо таких поклонников отец ищет себе Бог есть дух и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе истине женщина говорит ему знают что придет мессия то есть Христос когда он придет то возвестит нам все Иисус говорит ей это я который говорю с тобой в это время пришли ученики его и удивились что он разговаривал с женщиной однако ни один не сказал чего ты требуешь или о чем говоришь с ней тогда женщина оставила водоносовый и пошла в город и говорит людям пойдите посмотрите человека который сказал мне все что я сделала не он и Христос они вышли из города и пошли к нему между тем ученики просили его говоря рау ешь но он сказал им у меня есть пища которую вы не знаете посему ученики говорили между собой разве кто принес ему есть Иисус говорит им моя пища есть творить волю пославши у меня и совершить дело его не говорите ли вы что еще четыре месяца и наступит жатва а я говорю вам возведите очи ваши посмотрите на них как они повелели и поспели к жатве жлющий получает награду и собирает плод в жизнь вечную так что и сеющий и ждущий вместе радоваться будут ибо в этом случае справедливое изречение один сеет а другой жнет я послал вас жать то над чем вы не трудились другие трудились а вы вошли в труд их и многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины свидетельствовавшей что он сказал ей все что она сделала и потому когда пришли к нему самаряне то просили его побыть в них и он пробыл там два дня и еще большее число веровало по слову его а женщине то ли говорили уже не по твоим речам веруем ибо сами слышали и узнали что он истинно спаситель мира Христос по 42 стихе прочитал хочу обратить ваше внимание я прочитал историю которые вы все знаете вы обратили внимание на успех который имел Христос в проповеди в этом самарийском городе очень очень много уверовавших но я вам сейчас буду говорить это же место из писания немножко по-другому представьте что Иисус Христос приходит в город самарийский и говорит я останусь у вас три дня и буду проповедовать истину я Христос сын Божий скажите какой эффект мог быть от этих слов по-другому если я вам сказал значит дорогие братья и сестры я посланник Божий буду сейчас вам говорить от самого Господа Иисуса Христа что внутри возникает надо быть осторожным далее вы не уходите внимательно сидите и слушайте приятно далее у меня истина у меня живая вода а у вас знаете какая мертвая болото маняет вы могли бы мне сказать знаешь дорогой посланник у нас выход вот там а дверь закрывается с той стороны а почему вы не хотите истину слушайте большие претензии что ты бедишь если я буду что я истинная церковь я говорю что вы не истина если себя ставлю в положение мудреца а вас в положение какое лицо кому это приятно теперь смотрите иногда бывает так вот я демонстрирую немножко по-другому один человек с кем-то поговорил притащил приходит его ко мне и говорит при мне ему я нашел человека у которого дух божий вот ты ему Саша объясни а ты внимательно слушать ты понял а то я тебе три дня голдычу и до тебя еще не дошло Саша начинай человек сидит вот так привели на расстрел или подвесели подвели я тебе сейчас хочу объяснить то что ты сделал поймал человека сиди слушай внимательно дал ему пофизиономик он сидит обиженный начинай я его уже подготовил и он сидит обиженный он не хочет слушать я его унизил я его оскорбил христос не приходит он был сыном божьим вы заметили он здесь сказал самарянке что я есть христос а замечали в других месах спрашивают скажи ты не христос а он что говорил ты говоришь почему он здесь сказал а там не говорил далее сказал он что он христос когда в самом конце заметьте с чего он начал возьмите такой пример значит Иисус узнает что слухи идут среди фарисеев что у него крестится больше неже у Иоанна крестителя что Иисус сделал он мог бы сказать правильно но я же больше чем Иоанн так и должно быть ему должно умоляться а мне должно расти так бы мог сказать заметьте его любовь он берет уходит в другое место чтобы брата не унизить вы согласитесь что он унизился чтобы даже не было ни малейшего оттенка соперничества да теперь смотрите приходит он в Самарию садится у колодца и подходит Самарян он Иисус Иудей она самарянка далекая по понятиям Иудея от Бога заметьте с чего начинается он говорит обращается к ней Иудей Господь но он до истины я так вас спрашиваю истины точно чего он не начал пробовать заметь он говорит подожди пить эту воду вода если у меня жива я тебя научу а я чтобы ты знал Иисус Христос который должен прийти понял сиди внимательно не отвлекайся а потом пойдешь в город позовешь других мы созданы свободными когда нас начинают насиловать даже истины что у нас внутри протест Дух Божий перестает действовать на наши сердца если нас начинают насиловать и заметьте с чего начинают дай мне пить вы согласны что по иудейским законам он унизился да перед кем унизился перед самарянкой да еще и перед женщиной которая вообще пустое место по прежнему понятиям мужчина пищу ладно женщина дай мне пить и она с удивлением говорит как ты будучи иудей просишь у меня пить то есть иудеи этого не делают когда пришли ученики вы помните я прочитал они удивились что он разговаривал с женщиной представьте что Иисус бы сказал посидите у колодца а я схожу зам с пищей в город Иисус приходит с пищей и ученики ведут тараран война с самарянами проповедят какая была бы проповедь ученику да чтобы я у тебя просил женщины самарянской пить да чтобы я через этот сосуд осквернился да вы ничтожество да вы такие всякие да вы заблуждение вы же даже не сойдете на какую гаремию дорогие скажите вот эта вода которую лили бы Петр Иоанн Иакл Господи вот там не приняли нас пошли с неба чтобы их трахнуло и так чисто было вот если бы они остались они удивились но не сказали потому что неохота была пред Иисусом позориться да и заметьте она его вначале называет тем как ты будучи Иудей он не стал навязываться с истиной не стал ее насиловать он просто попросил и начал с чего с унижения Господь Иудей перед самарянкой и женщиной там не то сквернение я такой же как ты то есть он себя не поставил ни чуть выше а даже ниже он ее возвеличил я у тебя прошу попить когда мы встречаемся верующих разных конфессий редко наверное вы услышите брат дай попить а ну расскажи что тебе Господь открыл подожди брат что тебе Господь что нам открыл я сейчас я вас буду поить сразу начинаю со скобления с унижения сразу возбуждаю все внутреннее спротив понимаете теперь смотрите Иисус сказал ей в ответ если бы ты знала дар Божий он не говорит ты должна знать дар Божий а потом должна у меня просить пить заметьте как деликатно преподносит если бы ты знала то есть если бы ты захотел он не пытается интерес пролить чтобы у нее свое желание было к этому если бы ты знала дар Божий и кто говорит тебе а не говорит Но ты заинтересуйся. Ты заинтересуйся. Твой интерес должен быть. Дай мне пить. Что ты сама просила бы у него. Не говорит, проси у меня. У меня лучшая вода. Ты бы сама попросила. Но я тебя не буду заставить. И он дал бы тебе воду живую. Заметьте, почему он сразу говорит о живой воде. Как бы показывает. Не то, что у тебя плохая вода. А что есть какая-то вода, которая еще больше дает, чем вот это. Ну, в общем, так говорить. Теперь смотрите. Женщина говорит тебе. Господин. Смотрите, вначале кем называют его? Ты иудей. Это довольно оскорбительно. Ты самарянин и бес тебе. Раньше так выясняли отношения. Господин. Вы знаете, почему она его называет господином? Сначала иудей, а потом господин. В глазах ее этот человек, Иисус Христос, начинает что? Расти. Чтобы иметь путь к сердцу человека, то нужно начать не с унижениящего. Не с его унижения, а со своего унижения. Он в ее глазах начинает расти. Господин, тебе и почерпнуть нечем. А колодец глубок. Откуда же у тебя живая вода? Неужели ты больше отца нашего Иакова? А ведь мог он сказать, что я больше. Но действительно он был больше. А неужели ты больше? Он не говорит, что больше, хотя больше. То есть как бы дает понять, ну пусть Иакова будет больше, но чего мне тут это? Что я добьюсь тем, что скажу, что больше? И сам из него пиво, и дети, и скотины. Иисус сказал ей в ответ, всякий пьющий воду сию вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать воды. Заметьте, что не будет. Заинтересовывает, но не навязывает. Кто будет пить? А захочешь ты сама пить? Будешь пить. А не захочешь, извините, я не буду вас насиловать. Но вода, которую я дам ему, сделается в нём источником. Заметьте, сначала во мне источник, чтобы тебя набить. А потом в тебе будет источником текущей в жизни вечность. В вечности будешь направляться, да? И другие направлять. Женщина говорит ему, господин, дай мне этой воды. Заметьте, у неё интерес уже проявляется. Чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда. Иисус говорит ей, пойди, позови мужа твоего. Скажите, он знал вообще, кто это или что это за муж? Ну, мог бы сказать, пойди, позови блудника своего. Надо поговорить. Он там деликатно, вроде она порядочная женщина. Позови мужа своего, мне надо вместе поговорить. И приди сюда. А он её испытывает, говорит, а она как будет? Ну, правдива перед Ним, искренняя. Женщина сказала тебе, нет у меня мужа. Но не говорит дальше ничего. Иисус говорит ей, правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Похвалил, за что? При всём блуде, хоть сказала, что нет у меня мужа. Молодец, какой ты хороший человек. Скажите, ну разве у меня не было недостатка, за что можно было прицепиться? Когда встречаются верующие, они всегда стараются найти то место, за которое... И вот смотрите, и дальше он ей говорит, ибо у тебя было пять мужей. И это опять мужями это было. Пять, это шестой. Опять мужями называют. У тебя было пять мужей. И тот, который ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо, опять похвалил. Что он делает? Он не ставит себя как иудей, как представитель конфессии. Он представляет себя как сына Божьего, который любит такого, как он есть. Который не будет унижать, не будет цепляться, не будет оскорблять. Он проявит любовь. А это сердце человеческое будет располагать. Только после этого будет приниматься вот эта истина. И когда он это сказал, женщина говорит ему, господи, заметьте, иудей, господин, то есть уже растет, а теперь это господин, а потом как его поправляется, пишут и пророк. Но у меня уже мысли появляются, что это кажется кто? Господь сам. И дальше она с ним заводит уже, будем говорить, религиозный вопрос. Отцы наши поклонялись на этой горе. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Могут сказать, правильно, ваша гора ложна, заблуждение, там истуканово полно. А действительно наши горе надо. Иисус говорит, заметьте, он не пытается вот эти, знаете, межконфессиональные, будем так говорить, распри, поднять, вот действительно сказать, кто глуп, кто не глуп. Иисус говорит, поверь мне, что наступает время, почему говорит, поверь мне, он уже видит доверие. Только теперь говорит, поверь мне, я вижу твое расположение, что наступает время, когда и не на сей горе, и не в Иерусалиме будут поклоняться отцу. То есть, заметьте, почему он так говорит, да и в Иерусалиме можно поклоняться, и можно быть неспасённым, правда? Не от горы, не от церкви, а от того, какие твои отношения. И дальше он говорит, смотрите, он сказал так, чтобы её не унизить. И дальше сказано, вы не знаете, чему кланяетесь. Заметьте, в конце только он говорит, вы не знаете, почему так? Он уже видит её расположение, он уже видит, что внутри протеста нет, что Дух Божий действует, и говорит, вы не знаете, чему кланяетесь. А мы, то есть иудеи, знаем, чему кланяемся. Ибо спасение от иудеев. Где больше истины? Конечно, у иудеев. Пусть и не всё так, но там больше. Но, заметьте, тут же при этом смазывает вот эту разницу и говорит, но настает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине. Ибо таких поклонников ищет себе Отец. Заметьте, он говорит о истинных поклонниках. Значит, есть ещё какие поклонники? Неистинные. И вы заметите, она спрашивает, на той горе или не на той горе поклоняться? То есть, в её понимании, истинность поклонения зависит от чего? От горы, от церкви, от места. А Христос говорит, что истинность не от горы, не от церкви, не от места, а от того, что внутри вас. Как некоторые говорят, ну, ты стоишь, молишься, кину головой вот так, а надо вот до земли головой. Что истинные поклонники, это не по величине поклона, а смиряйся, да ты внутри пред ним. И вот, смотрите, сказано, истинные поклонники будут поклоняться в духе, то есть, я что хочу сказать, не на горе, не в церкви, не позой, не положением в церкви, а чем? В духе, внутри. Ведь может быть так, что снаружи мы верующие, ходим на святое место, держим святую книгу, а мы же не согласны с ней. И зацепками ведём себя по-другому, может быть, внутри Бога нет. Бог как бы говорит, религия это не то, что вы снаружи показываете, снаружи можно показать иногда, а внутри этого может не быть. Истинные поклонники, это те, которые внутри, то есть, в них и наружное, и внутреннее не расходится. И в истине, то есть, по-настоящему. Не по-настоящему, это отгорытое всё это место. А дальше сказано, Бог есть дух. Знаете, почему с маленькой? Бог есть не гора, не обряд, не закон, не церковь, не здание, не место, не форма поклонения, не поза. Бог есть внутренний ваш дух. Вот там вы его должны найти. То есть, вот то, что мы знаем все. Делами закона не оправдается никакая плоть. Дело закона надо ходить в собрание. Надо приносить жертву, надо участвовать в вечерях, надо принять крещение, надо петь в хоре, надо проповедовать. Мы можем всё это делать, будучи внутри неосвященными. Но верою мы будем оправданы, которая внутри. Поэтому Бог есть вера, которая у вас. Вот это стремление, доброе побуждение, да? И смотрите, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе истине, внутри быть таковыми. Женщина говорит Ему, знаю, что придёт Мессия. Вы знаете, почему она говорит? Она уже уначале Его Господом назвала. И теперь у неё уже такие подозрения, что это точно, но она так только говорит. Ты знаешь, я вот знаю, что должен прийти Мессия. Она на Него смотрит. А он на неё смотрит. И она уже знает, только ещё как бы боится. Ну, вдруг ошибусь. Знаю, что придёт Мессия, то есть Христос. Когда Он придёт, то возвесит всё. А она Ему говорит, ну ты же Меню и так всё возвесил. Это тебе уже три лета. Я начинаю тебя узнавать. Иисус говорит ей, это Я, Который говорит, что будет. У нас чаще всего проповедь начинается, вот надо читать вот эту главу с конца. Я Иисус, Которого ты ждёшь. Хочу обратить ваше внимание, вот сам ход. Проповеди Христовой. Вы заметили, что Он ей говорил о живой воде. Вы увидели эту живую воду в словах Христа, которые произвели работу самарянки? То есть слова Господни были живыми, животворящими, да? Каким путём эта живая вода начала действовать? Она стала воспринимать Христа. Она тут же уверовала, приняла Его, да? И смотрите, женщина оставила свой водонос, она забыла, зачем пришла. Пришла брать воду, одну, взяла по пути другой, про ту забыла, побежала в гору. И говорит людям, пойдите, посмотрите, это точно Иисус Христос. Так она сказала? Нет. Для себя она уже узнала. Посмотрите на этого человека. То есть, может быть, я ошибаюсь, не Он ли Христос? Заметьте опять, не говорит, что Он Христос. Знаете почему? Если сказать, что это Христос, у людей будет сомнение начаться. Знаете, как человек всегда в обратную сторону начинает планить? Говорит, пойдите, посмотрите, опять не насилует, не заставляет принять это за истину, а заметьте, что делает. Пойдите, проверьте, вы свободны. И я вас не заставляю, меня Христос не заставлял. Они вышли из города и пошли к Нему по Ее словам. Между тем ученики говорят Ему о пище. Равди, говорит, поешь. А Он говорит, у меня есть пища, которую вы не знаете. Они не поймут, о чем Он ведет речь. Он говорит, видимо, кто-то Его накормил. Иисус говорит им, моя пища есть творить волю, пославшую Меня и совершить дело. И Он им говорит, заметьте, вы говорите о простой пище. Вы говорите о буквальной жатве, что еще 4 месяца и наступит жатва. А я говорю, посмотрите на вот этих людей, которые сейчас стоят. Возведите очи, посмотрите на нивы. Какие это нивы? Вот эти люди, которые пришли его слушать. Как они побелели и поспели к жатве. Я что хочу сказать? Скажите, долго ли Он с ними проповедовал? Он посеял? Они тут же выросли? Они тут же побелели, поспели к жатве. Что нужно? Нужны жнецы. Поспели к жатве. Я хочу обратить внимание. Почему такой быстрый успех и в таком количестве преобразовательная работа произошла в святиле самаряне? Слушайте, живая вода. Уважение. Принятие человека таким, какого он есть. Никакого оскорбления, никакого унижения, никакого насилия. Даже маленькое что-то доброе в ее признании, она говорит, молодец, он горький, молодец, хвалец. И когда люди видят, что их любят такими, какие они есть, их сердце располагается слушать. Духу Божьему легче действовать на сердце человека. Простой пример приведу. Когда мы молимся и говорим, Господи, Духом Церкви, ты действуй на нас, да? Открой нам. Но если вас кто-то оскорбил, кто-то унизил, у вас внутри начался протест. Вы согласны, что вы сидите, и у вас обида, например, да? Недовольство. Вот все слова, пусть они будут самые золотые, они не действуют, правда? И заметьте, путь к сердцу человека нужно предоставить и нам, живого Христа. Каким образом? Должна быть живая вода. Любовь к человеку такому, каков он есть сегодня. Мы говорим, я буду тебя любить, когда ты будешь так думать, как мы в церкви думаем. А когда я буду думать так, как вы, тогда вы обязаны любить. Если бы Господь сказал, когда будешь хороший, тогда кровью Магею ты спасёшься. Я мог бы сказать, когда я буду такой хороший, как ты говоришь, что я обойдусь без твоей крови, ты мне обязан на него взять. Я вас приглашаю, Иисус, как вы говорите, такими, какие вы есть. Я умер за вас тогда, когда вы и знать не знали меня, и были такие, что вас можно было бы взвести на удобрение всех. А я за вас в этот момент пошёл. На смерть. И я воспринимаю таких, какие вы есть. И дальше он говорит, жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющие, и жнущие, и вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение. Один сеет, а другой жнёт. Я послал вас сжать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Многие самаряне из города того, уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшись, что он сказал ей всё, что она не делает. И дальше смотрите. Самаряне просят побыть два дня. Он продолжает ещё говорить. При этом никаких упрёков, никаких оскорблений, что они самаряне, что они с бесами. И многое число уверовало результат того, что Христос обладал живою водой. То есть Его слова были исполнены чем? Благодати, любви, милосердия, сострадания. Никакого упрёка, никакого превозношения, самоуничижения. Видите, всё это действовало благотворно на человека, располагало его сердце, и в сердцах этих людей происходили перемешки. И вот заметьте, о чём мы сегодня читали, о чём мы сегодня говорили. Эти же отношения вы согласны, что должны быть и в семье? В семье происходят дрязги по той же причине. К тому же, я глава, жена гортаяшия, я куда поверну, туда и будет. Если кто-то начинает над кем-то превозноситься другому, что хочется? Воспротивиться, правда? Это же самое происходит между конфессиями, между партиями, между нациями. Вам приходилось слышать? Ну, сейчас слушаешь, что население на земле произошло, на Украине, говорят, от украинцев. Уже слышал, в Латвии от латышей. От земли, да? Вот все чё-то лезут быть первыми. Смотрите, а кто больше в царстве должен? Кто унисится? Больше всех кто-то будет, и больше, правильно? Ты тебя, смотри, нас тянет к Иисусу. Нет упрёка, нет унижения, нет оскорбления. Нет условия. Ты только приди, я тебя люблю. А те стоят, что они пишут. Извините, сказал вот слух в присутствии, да? Вроде как бы при всех обличил, всё равно унизил, да? Он берёт, пишет, а тебе подходит? Про меня написано. Сейчас скажут, а что с такими в законе Моисеевым написано делать? Ну, он тихонечко отходит, отходит и ушёл. Один, второй, третий, а потом он поворачивается к ней, говорит, женщина, где твои обвинители? Говорит, нет, я тоже тебя не осуждаю. Я тебя понимаю. Иди, не греши. И после этого она становится той Марией, которая там слезами омывает, волосами отирает, да? Заметьте, он увидел в ней совесть, совесть, да? Дух Божий действует. Ну, зачем здесь лишние слова? А если бы он ещё мораль прочитал к этому? Вы заметите, что Дух Божий действует, как веяние тихого ветра. Господь не в буре, не схватит за волосы, не ту пищу ешь, не тот день соблюдаешь или не так что-то делаешь. Веяние в буре, не в землетрясении, не в огне. А в чём? Веяние тихого ветра. Внутри мысли приходят, что ты не так делаешь. У вас была какая-нибудь обида на Бога, как внутри вас Бог облечил? Обида. И что не так? Там так мягко, так нежно. Может, ты полюбишь меня. Может, ты ради меня оставишь. Но если не хочешь, не надо. Вот ходишь, ходишь. Ну, нельзя тебя не любить. Ну, ладно, гость-то я понял. Всё, кончаю. А человек говорит, ну, ты оставил, нет? А говорю, что любишь меня. Ну, ты понял? Вот человек не умеет иногда вот это делать. Ставит себя в роль пастора какого-то по отношению к кому-то, да? С высока, унизительно, оскорбительно. И внутри запирается дверь, через которую Иисус не может войти и мягче это сделать. И вот смотрите, если наши слова не производят того, что должно было бы произойти, то есть, если после наших слов людям не хочется встречаться с нами, о чем это говорит? Мёртвые, если их отталкивает, если они чувствуют себя униженными, если мы не смогли посочувствовать и принять их такими, какие они есть. Всё вызывает какой-то протест. Нежелание встречаться, нежелание молиться. Правда? И заметьте. Так для того ли Господь нас послал в этот мир, чтобы мы мёртвую воду в эту? Живая вода должна изменить нас, а животворить древнее, то есть, плотское наше должно умереть, а Божественное, облечённое в любовь, которая, по коринфянам 1-й, коринфянам 13-й глава, не раздражается, не мыслит зла, не превозносится, не ищет своего, да? Вот это должно появиться. Слышали, может быть, в Библии очень часто такие выражения читаются? Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Вы обратили внимание? Вот эти слова. Кто во Христе? То есть, где? Заметьте, если я во Христе, а Христос во мне, то мы одно, правда? А если я не новая тварь, по-старому говорю, превозношусь, ищу своего, обижаюсь, раздражаюсь, могу я так сказать, что я не во Христе, а около Христа? Но есть разница, около Христа или во Христе. Мы можем ходить около Христа, держа вот это. Это живая вода, но только тогда, когда мы её впускаем, и она начинает действовать. Когда мы становимся живыми, да? И тогда из чрева нашего текут рейки воды живой, которая животворит сердца других. Истина, она не разделяет, а что? Объединяет. Кстати, хочу сказать, никогда не будет на Земле, что мы все одинаково будем думать, и все одинаково будем говорить, правда? Каждый из нас не повторим. Но вот именно талант Божий, Божий Дух, который разных людей объединяет, и между ними нет такого разговора, ты мне не нужен, ты не такой. Именно вот это говорит о том, что это действительно Божественная сила, которая может разных людей объединить одним Духом, где есть и мудрые, и не очень мудрые, но между ними нет никаких распри, зависти, превозношений, разногласий, и где более умные, заботятся с большей любовью, а менее слабые, да? Вот такое Царство Божие хочет создать Иисус. И я желаю вам, чтобы эти слова остались в нашей памяти, и чтобы мы пили живую воду и смотрели на результаты. Животворит ли она нас и через нас других? А если нет, ну это еще время благодати не закрыто, да, еще есть время войти в покой. Надо задуматься, надо принять Иисуса, такого, какого Он есть.